Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 октября 2021 года, и мы продолжаем наш всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга», который вчера поставал в 12 часов в Российской национальной библиотеке и сегодня прокатывается по всей территории Санкт-Петербурга и русскоязычного интернета. Более 150 мероприятий проходят в течение трех дней, и сегодняшний наш разговор, мне кажется, будет одним из самых вкусных, интересных и полезных, потому что наш сегодняшний разговор мы будем вести с двумя авторами не только книг, но и своих жизненных путей, своих творческих планов, амбиций. И я представляю в нашем разговоре Андрея Курпатова, психотерапевта. Он не называет себя писателем, но мне кажется, что тот человек, у которого есть читатели, автоматически уже хочет он, не хочет, становится писателем. И писатель Олег Рой, которого мы знаем долгие годы, оба этих прекрасных человека являются важными друзьями фестиваля и поддерживают его аж целый год, потому что мы целый год существуем. Сегодня у нас третий фестиваль. И в нашем сегодняшнем разговоре мы затронем такую тему, я долго думал, как соединить нехудожественную литературу с художественной и детской, как вот это вот все создать что-то совершенно новое в смыслах нашего разговора. И пришли такие слова, магия слова, как мозг создает реальность и литературные образы. Вот предлагаю с этого вопроса и начать наш разговор. Андрей, в первую очередь тебе, как эксперту по мозгу, расскажи, что ты думаешь на эту тему. Спасибо за вопрос и за такое представление. Если совсем просто говорить, у нас мозг работает в разных режимах, на самом деле их три базовых режима. Один, когда вы очень что-то активно воспринимаете извне, это так называемая сеть выявления значимости. Другая, это когда вы что-то пытаетесь придумать, решить, сделать. Другая, это центральная исполнительская сеть, и есть огромная, самая большая базовая нейронная сеть в мозге, она называется дефолт-система мозга. Она у нас активизируется в тот момент, когда нам кажется, что мы не думаем. Вот мы задумались, нас спрашивают, о чем ты задумался, и так говоришь, да ни о чем. На самом деле в этот момент мозг работает активнее, чем в любой другой фазе своей деятельности. Даже когда он решает задачу, он работает не так активно. И этот вот бессознательный процесс, он, ну нельзя сказать, что мы совсем его не ощущали. И здесь как раз талант писательский, это умение, с одной стороны, загрузить эту свою дефолт-систему всем объемом информации, который необходим, ингредиентов для того, чтобы сварить этот суп художественного произведения, или там, не знаю, как это лучше назвать. И писатели, они сами рассказывают, так как они вот как-то все грузят, 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 думают, смотрят, а потом вдруг эти образы начинают к ним приходить. Вот они начинают приходить из дефолт-системы, и у человека возникает ощущение, что он даже, может быть, это не самоактер, то есть эти герои так себя ведут этих произведений. На самом деле это результат загрузки вот этой дефолт-системы, пересборки данных, которые вы в нее загрузили. И она выгружается, соответственно, уже в центральную исполнительную сеть, и тут задача автора просто это все зафиксировать, потом будет уже это править. Как известно, писатели любят все поправить как следует. С Александром Сергеевичем мы эту традицию, так сказать, продолжаем. Но это уже вопрос менее творческий, он более технический. То есть сначала вы должны что-то создать, и создать это может ваш мозг, если в нем, с одной стороны, есть, конечно, большой жизненный опыт, потому что без него не бывает. И дефолт-система, у нее задние отделы, теменные, они как раз совпадают с отделами, в которых у нас хранится автобиографическая память, память о наших межличностных отношениях с другими людьми. И именно сюда мы загружаем дополнительные какие-нибудь факты, из которых потом вот этот механизм произведет этот внутренний голос писательский. Не знаю, Олег подтвердит мои... Абсолютно, да, Андрей, абсолютно Андрей прав. Почему? Потому что я иногда поражаюсь, знаете, когда мне кто-то говорит, вот как сегодня Денис сказал, а у нас есть самый молодой автор, ему 10 лет. И я понимаю, что это, скорее всего, сублимация мамы, папы и чего-то. Это не авторская работа. Почему? Потому что в этот момент у ребенка, а это еще ребенок, не сформирована та база, которая ему позволяет что-то транслировать нам. То есть надо вначале ее накопить, а уже потом она включается тогда, когда вам это хочется. И ты, Андрей, наверное, это тоже знаешь. Когда ты можешь ночью проснуться, и тебе особо ничего не надо. Тебе надо не то что выгрузить, тебе нужно срочно избавиться иногда от этого, потому что это на тебя давит. И тебе нужен лист бумаги, тебе нужен диктофон, или тебе нужно кого-то разбудить рядом. Не дай бог этому человеку так сильно не везет. У меня моя супруга это всегда. И надо выгрузить, надо рассказать, надо эту историю дать этому миру. Вот это тоже, кстати, одна из особенностей, в крайнем случае, моего мозга, если его препарировать, то там есть какая-то нейронная связь, которая не может вспыхнуть и загаситься. Ей нужен обязательно выплеск куда-то. Извини, пожалуйста, что это. Да, Олег, на самом деле я хотел бы дать чуть глубже, потому что я знаю от тебя долгие годы, и знаю вот эту производительность, этот поток, он очень мощный. Тебя хватает и на художественные тексты, и на детские тексты. Плюс сейчас большой поток мультипликационной работы, вот визуальных образов, соединения, значит, музыки, ритма, вот всех вот этих вот процессов, вот как вообще не давит изнутри, вот мозг, он нормально, все, как ты ощущаешь вообще этот процесс? Это больше от сердца, больше от головы, это соединение какое-то, это вообще не ты, да, это сквозь тебя, вот какие вот твои внутренние ощущения? Я думаю, что Андрей, опять же, не даст мне, наверное, уйти куда-то в ненаучную полемику, да, но мне почему-то кажется, что это называется как некой наркотической определенного рода зависимости уже у автора, у которого много идей. Ты уже не можешь жить в этих идеях, их надо постоянно расширять, 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 потому что потребность в этом велика. Вот сегодня мы делаем пять мультипликационных проектов, я хочу шестой, казалось бы, когда их было два, я думаю, все, хватит, теперь их надо шесть, теперь их надо восемь, теперь их надо десять, теперь нужно создать нечто подобное Пиксару, потому что мы же все что, да, мы же все же об этом, вот. Потом обязательно тут уже рядом хочется снимать взрослые сериалы, книги, детские какие-то образовательные вещи, и остановиться невозможно, и я думаю, что и не нужно, наверное. Ну, это, мне кажется, связано больше с таким психотипическими свойствами, просто есть люди, конечно, среди писателей много, такие они более интровертные, они больше вот, они могут с одним произведением там работать годами, вот, а есть такой очень большой жизненный тонус, который у Олега совершенно очевидно присутствует, и он его толкает, и дальше на экспансию, как только он чувствует, что у него получается что-то еще, он дальше добивает, так сказать, дичь. Мы в прошлый раз с тобой разговаривали о нарративах, которые мы создаем, о историях, о контекстах, вот, откуда берется сложность этого, вот, потому что есть простые истории, да, то есть простые бытовые, вот мы вчера там сходили, вот там вот все было хорошо, а вот и Олег, и ты оперируете большим количеством контекстов, спектров, и вот эта вот степень сложности, она как формируется? Это поступательная инвестиция в себя какая-то, и дальше отдача? Или это просто таланты, и просто надо родиться, и остальным там пока просто расслабиться, и ждать, пока их поцелует, значит, вселенная в макушку? Тут много вопросов, на самом деле, с ними не физиологически смотрим. Конечно, первое, что ты совершенно правильно говоришь, это еще Алексей Алексеевич Ухтумский, сформулировал эту мысль, мир таков, каковы наши доминанты, да, и, конечно, многое зависит от того, какой объем личности, жизненного опыта, жизненный опыт — это тоже такая вещь, его же надо переработать, правильно отрефлексировать, должна быть какая-то чувствительность, уязвимость, если человек совершенно здоров, да, то есть представляет собой абсолютную норму, да, то вероятность того, что он будет хорошим писателем, невелика, у него, конечно, должны быть какие-то, вот такая повышенная чувствительность, и в зависимости от того, в каких сферах она более выражена, туда его таланты будет, ну, сравнить, там, Чехова и Достоевского, да, очевидно, что у них разные чувствительности, они по поводу разных вещей переживают, разные вещи резонируют, при этом оба они, конечно, с психической точки зрения, люди с особенностями, эти особенности мы, они так прекрасно сублимировали в творчество, мы видим этот авторский стиль особенный, неповторимый, вот, поэтому, ну, с одной стороны, конечно, это я, мои особенности, там, и так далее, но я бы не сбрасывал со счетов, конечно, трудолюбие и опыт работы, вот, потому что одно произведение иногда бывает, что может кто-то написать неплохо, вот, но в целом великие писатели начинали со множества не очень удачных произведений, вот, ну, то есть они теперь удачные, потому что они овеяны их славой, вот, но если бы мы их просто увидели, то вряд ли бы они на нас произвели такое сильное впечатление, если бы на них не стояло соответствующих фамилий, вот, а потом они достигают за счет, вот, конечно, очень большого опыта работы с объемом информации, потому что что такое вот роман, да, роман же это не история, да, роман это мир, да, в романе есть вот эти арки, да, события, которые одни на другие насаживаются, создавая вот его объем, там есть параллельные линии разных видений, жизненных взглядов, опытов, прочтений, происходящего там и так далее, вот, и плюс роман это, конечно, всегда о времени, то есть любой роман хороший, он всегда о том времени, который вокруг нас, и чувствительность к этому времени, способность его преломлять внутри произведения, это очень важно, ну, романы раньше как сериал уже печатали, по главе написали, современники отправили, поздали или где там, вот, и так далее, поэтому это всегда очень соответствующее время, и это тоже специальная рецептивность, поэтому, ну вот, да, собственная сложность, связанная, возможно, с какими-то особенностями, своими психологическими, очень большая работа, последовательная, и серьезное проживание, ощущение нерва времени, в котором ты существуешь, вот, если это есть, то мы получаем писателя. Олег, вот, мы, нас будут смотреть не только огромное количество читателей, но и начинающие, и продолжающие писатели, вот, все-таки вот эта вот сложность, когда ты выходишь в другие жанры, когда ты, вот, в другие медиа-среды выходишь, вот, вообще присутствуешь, вот, очень разнонаправленно, это осознанное порождение, или просто, там, это как-то естественно, и ты даже не замечаешь, есть ли какое-то, вот, видение план по этому поводу, или какой-то, вот, зов или ощущение, вот, нет, это всегда от твоего внутреннего, сегодняшнего содержания, да, когда мне сегодня хочется разговаривать о мистике, хочется разговаривать, простите, о потустороннем, да, о таинствах, чего-то, я могу быстро заразить и сидящую здесь аудиторию, и себя, и начинать ее дальше трансформировать, выискивая в себе, в своем багаже, все то, что мне поможет вам сегодня донести мою идею. Давайте магически немного сейчас, вот, сюжет, у нас, идея очень простая, мы сейчас на страницах книги, мы их на... Идея очень простая, я сегодня пришел сюда только с одной маленькой идеей, я покупаю самые лучшие ваши воспоминания, за огромные деньги, и я знаю, деньги здесь, как бы вы сейчас не говорили сами про себя или вслух, они нужны всем, кому-то открыть свое предприятие, кому-то помочь маме, кому-то просто нужны для того, чтобы сходить в магазин Центр Питера, огромное количество магазинов, деньги нужны, я готов купить, продайте мне свои самые лучшие воспоминания, у вас их много, только одно, одно, и я готов купить, но, как только вы мне его продадите, вы больше не будете об этом помнить ничего, оно вам зачем, день рождения мамы, рождения ребенка, ваш первый поцелуй, ваш первый секс, продайте, я куплю, а вот что я дальше с этим буду делать, вот тут как раз и будет та самая суть романа, в которую мы с вами поиграем, но, ведь каждый человек входит во вкус, когда я начинаю у кого-то что-то покупать или мне начинают что-то продавать, тебе хочется больше, больше и больше, и у меня-то воспоминания будут прибавляться, хорошие, а у того, кто будет сеять напротив меня, останется ничего хорошего и только плохое, но, опять же, что такое плохое воспоминание, скажите вы, или подойдете ко мне и скажете, Олег, я не могу больше пить кофе, почему, потому что ты купил у меня это воспоминание, о запахе кофе, но я скажу нет, вы помните о кофе, вспомните, как однажды вы взяли кофе и облили свое самое любимое платье, насколько вы ненавидели этот напиток, помните? Да, так вот у вас есть это воспоминание, и дальше мы начинаем играть в обратные образы, когда из любимых я буду делать вам самых ненавистных людей, и я в итоге превращу каждого из вас в маньяка, на 20-й странице своей первой главы. Прекрасно, мне кажется, что мы... Ты давайте куда-то миролюбивее, это все. Я вообще, я хочу возвращаться в деловую литературу. Спасибо, Олег, за это такое погружение. Ну, вы хотели импровизации, вот это вам импровизация. А, извините, пожалуйста, и знаете еще что? Вот как раз... Не говоришь, что он детский писатель, нет? Все в порядке пока? Нет, я детским писателем стал только потому, что я в свое время, 17 лет тому назад, понял, что дети стали меньше читать, и я решил изобрести несколько, скажем так, инструментариев, чтобы дать ребенку книгу. И, не изобретая колесо, я пошел в мультипликацию, стал делать там свои проекты с одной целью, чтобы давать детям книгу. Но вот Андрей сказал очень хорошую вещь, когда мы понимаем, что этот автор маститый, и мы за ним идем и покупаем или стремимся познать его литературу. Имя на обложке иногда делает то, что внутри. Был маленький эксперимент в городе Горьким тогда, сейчас Нижний Новгород, когда двум группам первокурсников дали прочитать рассказы Горького. И одним дали без имени автора и спросили, что это? Сказки. Сказки, кстати. Не сказки об Италии, а у Горького есть еще русские сказки. Они прочитали, говорят, ну как вам, как? Один из, значит, спросил, значит, а кто это? Ну неизвестно, писатель, ну ничего особенного. Ну что это? Ну что это? Зачем? Вы нам зачем это дали читать? У нас будущее литераторов этой страны, а вы нам дали читать то, к чему даже прикасаться не хочется. Это просто так. А второй группе, значит, дали и сказали, Максим Горький, сказки. И те же самые ребята из той же самой группы, которых поделили ровно по ровну, сказали, в каждом слове боли, страдания народа. Насколько это гениально сделано, что даже запятая кричит о гениальности этого произведения. Две разных аудитории, четыре, одних и тех же сказок. Вот сейчас бы как раз поговорить о книге, потому что книга, мне кажется, это такое зерно, которое мы каким-то образом сажаем в свою плодородную не очень почву, и дальше это зерно мы как-то поливаем дальнейшим исследованием, и она начинает там прорастать и корнями, и ветвями в нашу жизнь. Или оно остается зерном, мы забыли, лежит в зернохранилище. Давайте с двух разных сторон посмотрим на суть книги как таковой, потому что мы все здесь заядлые книжники и распространяем, и сеем, и разумные, иногда добрые, иногда вечные, иногда что получается, но вот что это такое книга с точки зрения мозга, вот мне кажется, этот вопрос недоосознан, да, что это, если в метафоре зерна смотреть, то что это за корни и что это за ветви произрастает из книги? Ну, если это ко мне вопрос, я тут не так буду, конечно, художественно выступать, ну, во-первых, надо понимать, что сейчас все страдают из ДВГ, и в целом литература, к сожалению, тоже начинает страдать из ДВГ, вот, она становится все более и более, так сказать, семиминутной, внимание и гиперактивности, да, то есть много каких-то событий, что-то все происходит, но в этом есть какая-то такая суета, ну, на самом деле, если мы говорим про литературу, понимаете, тут еще же важно, тут должны же быть маленькие книги, некие условные великие книги, но они вот всегда должны быть своевременные, понимаете, ну, потому что вот даже понять каких-нибудь братьев Карамазовых, просто на улице Достоевского, он умер тут в начале улицы, вот, его невозможно понять, или бесов, если вы не понимаете историческую, вы из него не выходите, ну, то есть это очень странные истории, он «Преступление и наказание» писал как детектив, вот сейчас это сложно так воспринимать, да, вот, поэтому сейчас мне кажется проблемы с читательским мозгом, да, и поэтому я много рассказываю про то, что роман сейчас перекочевал в сериал, да, сериал теперь превратился в новую форму романа, он лучше проговаривает время, он способен удерживать внимание, он, в общем, больше резонирует, и Олег в сериальном производстве себя не случайно пробовал, потому что в этом есть нерв времени и какая-то новая форма восприятия контента. Вообще, если мы говорим про книгу, то, значит, у нее есть один существенный плюс, отличающий ее от фильма или там другого аудио-визуального произведения. Значит, вот я вам рассказывал про дефолт-систему мозга, я думаю, что все сталкивались с этим, что они читают книгу, переворачивают страницу и вдруг говорят так, что там было и возвращаются обратно. Значит, это произошло, потому что их дефолт-система, схватив какие-то образы, пошла сама думать про что-то уже свое, вот, и потом ваши глаза ходили по строчкам, все, в общем, было нормально, но на самом деле мозг включил очень сильные просчеты, и он тренировал способность к мышлению, к созданию образов, к осмыслению собственной жизни и так далее, и потом ты возвращаешься обратно в книгу. Художественное произведение, которое экранизировано и сделано по всем голливудским стандартам, которые я очень уважаю, как человек, который много этим занимался, но я должен сказать, что это не, она не позволяет вам отключиться. Хорошие художественные произведения, ну, художественные как раз, может быть, чуть-чуть и позволяют, если мы говорим про такое кино, более авторское, да, но если мы говорим про основную продукцию Голливуда, его задача удерживать постоянное твое внимание, чтобы ты не мог уйти в самого себя, и книга в этом смысле, она собеседник, но не потому, что она тебе что-то сообщает, ну, что-то сообщает и в этом смысле собеседник, но плюс к этому она заставляет тебя о чем-то думать своем, толкнув твою мысль в этом направлении, зачастую совершенно автор не в курсе, что он такую работу произвел, и это вызовет такой эффект у читателя. Отняв право на незнание каких-то вещей, Олег, как тебе книга как зерно, вот, как ты эту метафору мог бы распаковать? Ну, для каждого сейчас современного человека, наверное, книга это что-то особенное, для многих это вообще стало элитарностью, да, провести время с книгой для нас это как, ну, я не знаю, это должно случиться нечто с нами, 10-15 минут, мы часами проводим в гаджетах, и гаджеты нам иногда в конце дня пишут, сегодня вы провели с радостью 6,5 часов внутри меня, да, если бы так могла с нами разговаривать книга, она бы плакала, потому что мы не открываем ее иногда месяцами, не возвращаясь к этим историям, почему, и опять же, вот, во многом правы сегодня мои собеседники в том, что сегодня мир очень динамично нам предлагают другие способы развлечения нашего мозга, да, и предлагают их настолько интересными, настолько яркими, настолько запоминающимися, да, когда сегодня огромное количество сериалов, когда тебе разжевывают каждое действие, тебе не надо больше думать, у тебя все прям вот на блюдечке, сублимация твоя молчит абсолютно полностью, потому что за тебя режиссеры, сценаристы, операторы и актеры и музыка уже все решили, и мы иногда просто проводим в наслаждении это время, при этом, при этом, в отличие от книги, простите меня, мы тупеем, потому что именно книга, когда мы ее читаем, заставляет, как я правильно думаю, мозг работать, а нам развиваться, все остальное к сожалению, созерцание, если это не искусство, если это мы не слушаем музыку, а особенно когда мы присутствуем и видим, как она рождается, все это идет во вред нам, как бы все по-другому не крутилось, к сожалению. Спасибо, и вот движение дальше нашего разговора предлагаю в каком ключе, вот есть читатели, ну вообще жители, просто вот в России, инопланете, и у них в меню вот перед глазами, перед душами огромное количество разнообразия, да, мобильные телефоны, там весь контент там, телевизор весь контент там, компьютер весь контент там, люди, покушать, как бы вот эта вся история, и где-то в уголочке стоит-то книга, да, может не в уголочке, может быть в библиотеке у некоторых, вот как дотянуться человеку до вкусного, до эндорфинового такого чтения, да, которое сформирует, что ли, ну вот я лично понимаю, что вот некоторые книги читаешь, и прямо вот все вкусовые рецепторы, я вот буквоед, делал, и поэтому значит у меня такие метафоры значит буквоедские в основном, вот чтобы все вкусовые рецепторы мозга, они начинают вот играть как-то, они выдают тебе обратную связь, ты чувствуешь, что у тебя внутри наполняется, ты потерялся уже, не понимаешь, что происходит, ты уже внутри этой книги, да, вот это вот вкусное чтение, и до него по большому счету самое сложное это дотянуться, да, то есть в каком состоянии, какие фильтры наложить в книжном магазине, в поиске, в подборе, мне кажется, что вот в этом сбой, да, что люди входят даже в книжный магазин порой и не понимают, а что здесь вот в этом вот меню самое вкусное, давайте может быть по исследуем и подумаем, как вот приблизить человека и вкусное чтение для него, да, какие-то рекомендации, вот подходы, ну, то есть называется любимые авторы, да, вот мы любим Олега Роя, вот это для нас вкусное чтение, понятный принцип, да, тематики, да, но с тематиками сложность, да, тематикой надо задаться, да, вот, вот, как задаться тематикой, вот, как поставить, вот, себя, ну, натолкнуть на это состояние, готовность к вкусному чтению? вот это вопросы мне задают. Это исследовательский, мы здесь работаем, они просто... Я не знаю, да, ну, я, честно говоря, я, во-первых, небольшой любитель художественной литературы, я честно скажу, это, я практически не читаю художественную литературу, у меня нету на это времени, и я не испытываю... Ну, есть люди, которые способны визуализировать, да, я не вижу снов, и в книге я вижу буквы, то есть... Вкусная литература это та, которую ты читаешь, это, ну, ты же... Нет, я сейчас просто объясняю, что, значит, есть вот пласт художественной литературы, который мне непонятен, потому что мой мозг не способен к визуализациям, поэтому для меня это всегда интеллектуальные действия, поэтому и писатели, в целом мне всегда еще когда в молодом возрасте нравились те, которые рассказывают или что-то глубоко психологическое, или что-то очень интеллектуально сложно организованное, вот, как только начиналось описание дуба или небо острлица, я... Они меня теряли, потому что я не понимал, что они там... У меня это не визуализировалось, вот, и я не могу сказать, что я человек, который испытывает удовольствие от чтения художественной литературы, но, может быть, это связано с особенностями как раз моего мозга. Но, понятное дело, что я читаю очень много литературы, мы находимся в ресторане Симпозиум, мною созданном, где еда соседствует с книгами самым непосредственным... самым непосредственным образом. Да, поэтому у меня много интересов, связанных с одной стороны. У меня есть просто литература, которую я читаю, потому что я ее очень люблю. Мы с Олегом сейчас были в кабинете, и он увидел моих носорогов и показал своего носорожка, которого он делает в своем мультике. Но мой носорог это носорог Витгенштейна, одно из главных философских животных. И, конечно, я могу читать биографии философов и истории их жизни, мне это очень интересно всегда. тоже касается психологов, развитие мысли какой-то, потому что условно говоря можно взять развитие гештальт-подхода, и для меня это будет очень увлекательно, но это, по сути дела, нонфикшн. Мой механизм лежит в этой любви. Ты говоришь слово «люблю», «я люблю». Интерес мой. Это же не просто пюре или не рыба вкусная в ресторане, не что-то такое органолептическое. Что лежит за этим? я опять же подчеркиваю, я говорю о литературе не художественной. мы понимаем. Значит, есть дела, которыми я занимаюсь. Я занимаюсь методологией, философией, психологией, психотерапией и так далее, и так далее, и так далее. И это то, что меня дравит эти темы, и когда я могу посмотреть, что делают другие авторы, как они приходят к своим идеям, что нового появляется, какие есть альтернативные точки зрения. Это все равно, что твое любимое детище ты его видишь с разных точек зрения, с разных подходов, какую-то новизну в них обнаруживаешь и так далее. Но для меня это как хобби. Я не знаю, почему люди рыбачат. Им, наверное, прикольно рыбачить. Понятно. Вкусное чтение мы, Олег, а твое вкусное чтение, оно какое и как ты разнообразишь меню или ты только успеваешь писать? Ну, знаете, как один из великих сказал, я писатель, я не читатель. Я скажу, почему иногда, и так устроен мой мозг и многих других людей, почему иногда вредно читать хорошую литературу, когда ты пишешь что-то новое. Ты начинаешь заниматься плагиатством. Если тебе что-то нравится, ты так или иначе переносишь это к себе. Вот волей или неволей как-то вот и ты потом осознаешь это и подчищаешь, редактируешь, потому что ты понимаешь, ну что же ты натворил-то, друг мой, ты же взял просто оттуда и все перенес к себе. Поэтому, когда мне иногда спрашивают, Олег, вот в вашем последнем романе так много отсылок к Булгакову, ну потому что я его люблю, потому что я люблю его творчество, потому что я прочитал все, что было у Булгакова и в свое время, когда я еще будучи маленьким человечком, понял, что у Булгакова больше читать нечего, а Булгакова больше нет, у меня это в моем мозгу вдруг превратилось в коллапс. Ну, понимаете, все. А жить тогда дальше зачем? А что же, а как же, ну а где же, почему-то вдруг? То есть, я думал, что он будет вечен в моей жизни, а его оказалось нет. Мое чтение, которое для меня является вкусным, это сейчас, как, наверное, у Андрея, это профессиональное чтение, потому что это вкусно для меня, и я хочу читать, как зарождался Дисней, что такое сценарное искусство, почему мультипликатор отличается от другого, и как это все функционирует, как создать, укрепить и объединить силы разных творческих людей воедино, чтобы в конечном итоге на рынок, простите меня, родился продукт. Мое чтение сегодня еще заключается в том, и я тоже в этом профессионал, я 30 лет пишу, и мне нужно еще, помимо своих мультфильмов, которые продаются легко, продавать взрослую литературу, я ее пишу и обожаю, и два романа в год мне нужно найти тех, кто просто ждет, кто возьмет, кто купит, а здесь нужно, опять же, обратную реакцию, нужно понять, что сегодня интересно, исследовать рынок, прочитать, пообщаться, и это, опять же, вкусная литература, которую ты начинаешь читать. На сегодняшний день у нас в России мы потихоньку превращаемся, и я в этом тоже согласен с Андреем, мне хочется уже просто читать ту литературу, которую тебе, ну, самого не толкнул кто-то, сарафанное радио твоих близких людей, или ты сам, потому что это твой любимый автор, даже если его нет, я могу несколько раз, десятки раз перечитывать Моби Дико, просто десятки раз, это всегда будет новый роман для меня, абсолютно всегда, но сейчас мы превращаемся потихоньку в литературные помойки, дело в том, что в угоду и во имя рублей, или долларов, или евро рождаются авторы сиюминутные, которых легко переводить, легко транслировать, легко выдавать, как просто, как горячие пирожки, и они заполнили все сегодня полки, слава богу, что не этого заведения, и нормальному читателю сложно теперь в этом море непонятностей найти что-то свое, и когда ты говоришь вкусное чтение, да теперь дефицит вкусного чтения, и я всем советую, когда мне кто-то спрашивает, Олег, а что бы вкусно почитать, я говорю, ищите в классике, в современном вы уже ничего, к сожалению, не найдете, вот, вкусное чтение, на мой взгляд, состоит из, как минимум, двух ингредиентов, это смыслы и язык, может быть, еще какой-то есть, стиль, смыслы, язык, время, о котором тебе интересно почитать, жанр, почему, потому что многие идут в книгу за жанром, вот я, я хочу прочитать фантастику, да, я хочу почитать детектив, мне так хочется триллера, я так хочу испугаться в последней книге Кинга, правда, уже несколько книг, он никого не особо не будоражит, но продажи также высоки, вот, вот этого не хватает, или мне, или мне нужен Дэн Браун, все, что пишет Дэн Браун, это все для меня, я понимаю, что это псевдонаучно, но это так увлекательно, это так здорово, и когда я покупаю всегда Дэн Браун, он стоит каких-то сумасшедших денег, это огромные тома, я все время думаю, надо же, как Жиль Верн, вот прям огромные, когда же я это все прочитаю, и вдруг, раз, два дня, Дэн Брауна нет, почему, потому что это вкусное чтение, я его хочу, остается ли у меня что-то внутри после этого, нет, ничего, так я не за этим стремился, я же хотел провести время, хорошо провести время, вот я его и провожу. мы с вами разговариваем в рамках большого фестиваля книжные маяк Петербурга, и в рамках этого фестиваля объединяются библиотекари, книжные магазины, издатели, писатели, и даже, собственно, читатели, которые тоже в некоторых случаях продвигают книгу в своей семье, вот давайте к семейному чтению немножко вернемся, вот Олег, ты запустил такую стратегию, да, вот чувствуя какое-то свое, ну, призвание, что ли, или зов, вот для того, чтобы дети больше читали, даже в мультифлекционную сферу зашел, проинтегрировал ее с книгами, да, вот на твой взгляд, это что специфического в детях остается, если у них вот это вот детское чтение было, и оно было богатым и разнообразным, и что исчезает, если его не было, а был гаджет, и, соответственно, такой вот завтрак под мобильный телефон. Я бы не сказал, и сегодня же многие говорят, что наши дети, после того, как они общаются так много с мобильными, или с гаджетами, абсолютно точно тупеют, или становятся, в этом нет, это все равно неправда, да, другое время, другое стечение обстоятельств, мы живем в другом мире, дальше будет еще больше, будут умные очки, будет что-то вживляться в нас, мы к этому все равно когда-то придем. Раньше был просто тотальный дефицит, когда Марка Твена, Джека Лондона, Вальтера Скотта, я не мог себе даже позволить подумать, что я кроме библиотеки, когда читальный зал, чтобы я эту книгу мог просто так поддержать, или тем более иметь у себя в библиотеке. Кстати, возвращаясь, все, думаю, надо не забыть, надо не забыть, как выбирают книги. Вот Андрей сказал хорошую вещь, я вот выбираю книги, потому что мне вот эти интересные. Я как-то раз зашел к своему другу домой, и я был потрясен, насколько у него гениально была сложенная библиотека. И я первый, а для меня вообще книги, это что-то, это магия. Я зашел, и мне вот тут стол накрыт, тут гости шампанское, а у меня все, глаза я весь в этих книгах, я думаю, господи, насколько счастливый человек, что у него так много места, и это вот эти книги, книги, и я ему говорю, Пашка, как ты это все? Как? Вот какими такими вот списками? Он говорит, да никак, просто мы по интерьеру выбирали. По интерьеру выбирали, и все рухнуло. Я даже не стал читать авторов, потому что выбирали по интерьеру. Это просто цветовая гамма, которая зашла под их ковер. Вся вот эта библиотека, это, ну вот. Боль, боль проявилась. Про детей, и что остается, и что исчезает. Ну, значит, я соглашусь, что время новое, технологии новые, безусловно, сейчас нас ждут еще очень серьезные в этом смысле трансформации, я об этом много рассказываю, пишу. проблема в содержании контента. Если ребенок потребляет через гаджет контент, который заставляет его думать, который останавливается и требует от него обратной связи, коммуникации, каких-то действий, каких-то действий в оффлайновом мире. если сам этот по себе контент сложно организован, да, то есть это не два притопа, три прихлопа, вот, но ребенок и не будет такой контент смотреть бесконечно. Это он на синем тракторе залипает и превращается в синий трактор. Вот, поэтому здесь, на самом деле, очень большая ответственность родителей за подбор контента, который потребляет ребенок. Если он будет такой, что он будет, понимаете, когда вы интеллектуально поработали, вы чувствуете себя уставшим. Ну, хорошо уставшим, но уставшим. Вот, взаимодействие ребенка с гаджетом должно быть ровно таким же, чтобы он поработал, получил от этого и впечатление, и что-то для самого себя, и устал, да, чтобы он захотел переключиться на внешний мир, на социальные связи. Это то, что касается гаджетов и соответствующего нормирования, так сказать, детского потребления контента. То, что касается книг, это очень важная часть для развития воображения ребенка. Значит, книга, включая аудиокнигу, включая, ну, раньше мы помним пластинки, да, виниловые с какими-то там рикки-тики-тами. Маугли, да, и прочими, да, историями. Значит, это очень развивает, конечно, воображение, это заставляет мозг представлять пространство, да, и время. Вообще, развитие мозга, это способность представить пространство и время. аудиокниги, просто чтение, это как раз то, что развивает, этого вы не получаете, когда работаете с гаджетом. Там нет ни пространства, ни времени. Там есть здесь и сейчас, здесь и сейчас, в общем, но не в смысле духовного буддийского, так сказать, проникновения, да, в нирвану, а вот, собственно, очень такая примитивная штука. Поэтому первое, это развитие детского мозга. Второе, это вопрос коммуникации. Ну, я тот родитель, которому очень сложно с ребенком говорить на его темы. Вот, есть родители, которые легко говорят, но для меня это всегда было дикой проблемой. Вот, я, значит, от своей какой-нибудь книги-монографии, поворачиваюсь к ребенку и думаю, так, мы сейчас про что будем разговаривать. Вот, и в моем случае чтение, вместе с дочерью книг, это был обязательный ритуал. Каждый день перед сном час чтения книг, и это наше совместное времяпрепровождение, это возможность что-то обсудить, это получение общей темы, да, потому что мы можем обсуждать этих героев, мы там, какое-то у нас есть собственное отношение, мы как-то сопереживаем, там, и так далее. Поэтому, ну, для меня книга была спасением с точки зрения нахождения общих тем с ребенком, ну, во-первых, девочка, тоже для меня нетипично, ну, то есть я, как бы, вот, а во-вторых, ну, понятно, что другое совсем содержание, про Винкс, я бы так, я бы, я бы, нет, я бы, я не мог бы это обсуждать, ну, то есть я при всем уважении, я прошу прощения, я надеюсь, никого не травмировал, но я не могу, вот, ну, а там каких-нибудь Гарри Поттеров, там, каких-то сов, там, бесконечных, там, викингов, драконы, там, хорошие, все, это я с удовольствием для ребенка обсуждал. Но вот еще я хотел бы сказать, что очень важно сегодня, и всегда это было важно, самому влиять на переключение ребенка и заставлять его все время думать. Ну, вот как вот я говорю, представьте себе, и я взял вас и включил, вот в это, да, все готовы представлять, и какой-то вот прям раз, и началось движение внутри. Так и с ребенком, когда вы садитесь и начинаете с ребенком читать, если вдруг в вашем графике, безусловно, большом и важном, 20 минут столового времени, почему столовом, мы всегда раньше за столом читали. Вот для дедушки, и для моей бабушки, это было очень важно, важно. Мы садились за столом, брал книгу, и он мне так открыл, говорит, представь себе забор. И я уже знал, это было шестой раз Том Сойер. Потому что книг-то было мало, и я понимал, о чем, и вот, и он, и когда он видел, что я где-то как-то начинаю рассеиваться, я начинаю теряться, что-то я кручусь, он говорит, а как ты думаешь, опять он меня включал, и я опять включал, можно ли бы, захлоп, он вот так вот делал книгу, так в сторону, а как ты думаешь, начинал он со мной, и начинал со мной обсуждать ту линейку, или то направление, о котором здесь не было ни слова. И он говорил, а вот доведись до тебя. Ну, дал я тебе руб, ну, дал, и дальше что? Ты что, пойдешь забор красить? И вот мы уже развиваем эту тему, потом он видит, что я сползаю, он говорит, а вот если бы взять и записать, вот прям взять, вот, и он все время меня включал, все время включал, как учителя, умеющие общаться с ребенком, как мамы нового поколения, отцы и бабушки, если мы ребенка не отпускаем, в тупом нашем сознании, сейчас я тебе прочитаю, потому что надо, надо, а если мы иногда закрываем, иногда отвлекаемся от страниц, и работаем с ребенком, простите за слово, работаем, почему? Потому что это труд, великий труд, познание книги, и ее чтение, это один из самых величайших трудов, я так в фитнесе не устаю, и за рабочим столом, как я устаю, это, конечно, иногда просто ты валишься, там, 4-5 часов, и ты просто не понимаешь, как себя потом собрать, иногда нужен день, чтобы собрать себя полностью, когда ты выплескиваешь абсолютно себя, вот до остатка, вот, извини, что я ворвался. Спасибо. В разрешении нашего разговора, я хотел бы немного поговорить о городе, в котором мы сейчас оказались, в Петербурге, в этом городе происходит много разных событий, именно сейчас в пространстве Андрея Крупатова, в ресторане «Симпозиум», в «Играх разума», Олег вчера посетил уже несколько книжных пространств, два книги, и буквоета. Как вы чувствуете, понимаете город, как субъект? Есть вот такой неожиданный совершенно, мне кажется, смысл у меня пришла, вот как, если бы город был живым и вот человеком, да, вот Петербург, ну понятно, что он читающий, но он, собственно, какой еще, как вы его чувствуете, как вы его видите, как вы его понимаете, потому что мне кажется, что в этом городе очень многое будет происходить, да, вот благодаря и нашему фестивалю, и благодаря тем гостям, и людям, которые приезжают. Андрей, какое твое ощущение? Ты переехал сюда, ты уже прожил достаточно... Что ты переехал? Я прямо чувствую себя оскорбленным. Сначала туда переехал, потом сюда. Как ты чувствуешь наш город? Ну, я в четвертом поколении, да, в этом городе, если так можно говорить. Это мой город, от начала и до конца, весь. Если просто спрашивать как субъект, это мой близнец, потому что все, что для меня важно и ценно в этом городе, я вижу, знаю. Это не абсолютный с ним симбиоз. Я действительно 10 лет был вынужден жить в Москве, и я назвал это автономкой. Потому что я ушел в автономное плавание, так у подводников случается. И это было ужасно, и я при первой возможности вернулся сюда, обратно. То это мой город. В музее Достоевского я читал свой первый научный доклад образ Христа в романе Достоевского «Идиот». А здесь у меня Академия Смысла, Высшая школа методологии и так далее. Ну, он мне абсолютно… Тебе город порождает? Просто вот мне кажется, что в каждом человеке, который открыт городу, происходит какой-то тоже диалог, как и с книгой. По сути, город – это тоже своего рода книга, которую ты читаешь, которую переосмысливаешь, перечитываешь, что-то порождает… Я живу в доме, который одним створом смотрит на дом старухи-проценщицы, ну, от него был один этаж, это все остальное настроено, но предполагается. Другим смотрит на… Где жил Достоевский, как описал, преступление и наказание, и дом Раскольникова непосредственно. Ну, что для меня этот город? А когда я смотрю там, я не знаю, на Монферрановскую чернильницу, это понятно, что у меня там набор совершенно ясных ассоциаций и прочее, но он для меня в пластах, потому что есть, конечно, эти культурные вещи, которые для меня очень важны просто в силу там каких-то моих художественных предпочтений и так далее. Но при этом для меня это город еще там и Павлова, и того же Утомского и так далее. Я работал на 15-й линии Васильевского острова в клинике, ну, не в клинике, это психиатрическая больница номер 7, где Иван Петрович Павлов проводил свои клинические павловские среды. И я ходил той же дорогой, потому что он жил в доме академиков и умер там, а я жил в соседнем доме. Это была первая квартира, которую я купил, значит, там, со двора такая, была дворническая, я обустроил, значит, чтобы жить одновременно. А на 18-й линии Жилух, Томский, там у него была лаборатория, он делал там свои эксперименты, знаменитые, которые я описываю в своих книгах. Для меня это, ну, мне сложно сказать, ну, то есть, все, что для меня интересно, оно вот здесь. За каждым поворотом я могу сказать, что происходило. Книга ли это? Это больше я сам, нежели книга. Благодарю, Олег, твои ощущения. Ну, у меня вообще это странность немножко, да, почему? Потому что у меня с этим городом очень много связано. Я вот сейчас со сцены говорил тоже об этом городе. Для меня, для меня Питер это некий человек, довольно пожилой, интеллигентно и красиво, но по старинке одет. Дорогие часы, хотя они уже потрепаны, но я где-то так улавливаю, может быть, Фаберже, может быть, а почему нет? Цепочка ведет куда-то глубоко в карман, он с тростью, он идет и небрежно, разводя руками, все время показывает мне что-то новое. И я чувствую к нему увлекательность, к этому человеку. Я к нему стремлюсь и к нему приезжаю. Я не приезжаю в этот город, я приезжаю к великому своему другу, который показывает мне все новые и новые места. Мы сегодня недалеко от, я живу в отеле Лота, и пока мы ждали машину, я говорю, Томи, а давай вот напротив, под поколодцем прогуляемся. Я говорю, ты увидишь, насколько гениальный этот город, насколько он соткан из разностей. И она говорит, да нет, ну нет, ну что, ну какие разности, это же просто великолепие, а разности здесь нет. И вот буквально переходим просто дорожку, переходим дорожку, и вот огромный такой коридорчик, и я вижу, значит, храм. И я говорю, вот смотри, чудотворца, пойдем. И вот огромный, красивый, подходим к нему, потрясающее здание, в этом же здании, с левой стороны, следственный комитет, и с правой стороны, фитнес. И это одно здание. И я вот, я сам был ошарашен, я говорю, ну где еще вот ты вот, вот в этом великолепии, в двух крыльцах, увидишь совершенно разность этой жизни. И вот так вот Питер со мной всегда поступает, он никогда не дает мне расслабиться. Один раз я купил здесь квартиру, и решил, что я на всю жизнь буду связан с Питером. Купил ее в Толстовском доме, во втором колодце. На первый я не хотел, потому что дешево, третий я не потянул, потому что дорого, а второй колодец, где стоит дерево, где хиль жил, вроде как и по цене было хорошо. Я купил себе там квартиру, я был потрясен тем, что, ну я теперь имею отношение к Петербургу. Я вальяжно каждый день выходил к фартуку, это наш был угловая кафешка, которая работала 24, сейчас наверное так же. И мы садились на табуретки с хилем, и просто пили кофе, выседая, и просматривая тех, кто ходит рядом, потому что это было великолепие. Потом я эту квартиру также продал, вот, думая, что все время Питер меня и так ждет. И для меня Питер это город, который может, если вдруг что-то с миром произойдет, и нам все-таки скажут, что мы никуда без масок или каких-то там вот вещей, которые надо себе в какое-то место вколоть, не можем путешествовать, мир Европы, особенно Питер замещает на ура. Вот прям вот раз и все, не надо. Зачем, ну зачем какие-то города, в которых сегодня небезопасно, когда мне кто-то говорит, ой, увидеть Париж и умереть, конечно умереть, шанс залезать влево-вправо, в любой квартал, и вы там точно умрете. Ну нельзя, там, во-первых, грязно, во-вторых, там постоянно вас ждут, и ваш телефон, и вашу сумочку. Уже даже по главным улицам в каких-то определенных городах ходить уже небезопасно. А Питер, Москва, 24 часа в сутки, и вы находитесь в абсолютном безопасном и красивом месте. Поэтому Питер для меня это мой отдых, это мое все, моя вселенная, это Питер. Благодарю вас. Мы как раз, мне кажется, не только поговорили, мы продемонстрировали вот эту вот магию слова, как мозг создает реальность и литературные образы. Вы прямо прикоснулись к творческому процессу, Олега Роя, к осмыслению каких-то, может быть, неудобных, нестрогих и неточных вопросов от Андрея Курпатова. И все это происходит в рамках книжного маяка, фестиваля, который мы создаем для того, чтобы люди чуть глубже задумывались, чуть интереснее разговаривали, соединяли несоединимое, находили новые смыслы, а может быть, и порождали новые смыслы. Я приглашаю вас всех продолжить вкушение событий книжного маяка Петербурга. У нас будет сегодня еще много встречи, и завтра, например, одна из встреч с Дарьей Маслениковой, которая здесь присутствует у нас, аннуляция смысла. Поэтому мы продолжим смысловую тему. Завтра и сегодня с Александром и Николь Гротовским будет разговор о тусе редкостей, потому что в нашей жизни редкость – это, наверное, самое вкусное и самое интересное, что может быть. Вечером поговорим с Павлом Лукша. Смотрите мероприятие книжного маяка в прямом эфире или в записи. Все это доступно для всех совершенно свободно. И я благодарю наших уважаемых не только гостей, а друзей, которые поддерживают и создают общее смысловое, энергетическое, информационное поле фестивалью, потому что единственное, что мы можем сделать вместе – это породить интересные, богатые, вкусные смыслы, а дальше идти читать книги, общаться и наслаждаться этой жизнью. Благодарю. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ .